Доброе утро! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели» в студии Руслан Жукаев. Мы открываем новый пункт вакцинации, который будет располагаться в торговом центре России. Почему мы здесь открыли? Для доступности населения и, скажем так, минимизации потери времени людям, которые желают пройти вакцинацию. Есть необходимый состав и объем оборудования, лекарственных препаратов, аптечек неотложной помощи, которые находятся в том числе и в условиях поликлинической службы, в поликлиническом отделении. Мы в течение дня смотрим загруженность наших пунктов и в случае необходимости достаточно оперативно расчаряем состав для того, чтобы максимально быстро, без ожидания провести эту процедуру. Все условия, согласно санитарно-эпидемическим нормам, соблюдены. Безусловно, имеются холодильники с соответствующим температурным режимом. В частности, наши холодильники – это от минус 20 до плюс 20, в принципе, их работают. Актовая база «Жасмин Тиксель» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одежда, диван-теки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Действуют новогодние скидки. При покупке до 100 тысяч рублей – 10%, более 100 тысяч – 15%. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль-09». Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного высшего образования заочно-дистанционно по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в том числе одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Прием документов до 8 февраля по адресу город Пятигорск, проспект Калинина, 9. или онлайн на сайте университета. Существует множество способов сделать предложение, но главное, что вы решились. 5-8-5 «Золотой». Тысячи причин услышать «Да». Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придает ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придает жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить свое настоящее. Уходящий год был насыщенным для Республиканского Центра Дополнительного Образования Детей. Наряду с существующими программами, призванными помочь школьникам в выборе будущей профессии, появились новые. О них нам рассказали директор Центра Демфира Джанкёзова и руководитель одного из его структурных подразделений Людмила Матякова. Центр Дополнительного Образования Детей действует в Республике уже не один год. О его деятельности хорошо знают родители, которые хотят, чтобы их дети получили знания сверхшкольной программы. Мы также в течение нескольких лет занимались организацией и проведением телевизионного интеллектуального конкурса «Умники и умницы», тем самым открыв двери для одарённой молодёжи в большую жизнь. Демфира Хамидовна, Вы бессменный руководитель Центра Дополнительного Образования Детей и, как никто другой, знаете о нелёгком труде педагогов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о деятельности Вашего Центра. В сегодняшний день Центр — это огромный методический центр и плюс центр, который работает напрямую с детьми. Если говорить об истории создания нашего центра, то я должна вернуться к началу 90-х годов, когда в нашей Республике были созданы три больших республиканских центра. Это тогда был Центр детского и юношеского туризма, был эколого-биологический центр и был Центр технического творчества. В 2012 году реорганизовали все эти центры, и мы собрались в один большой центр дополнительного образования детей. И сохранили вот эти все направления — и эколого-биологическое, и туристко-краеведческое, и технического творчества. На сегодняшний день центр наш очень сильно разросся. С 2018 года, когда начались проекты, мы стали реализовывать национальные проекты. Но мне хотелось бы сказать о тех людях, которые на сегодняшний день уже многие годы работают в нашем центре. Это педагоги с большой буквы. Я должна об этом сегодня говорить, потому что наравне с педагогами школ, с учителями, они ведут огромную работу воспитательную. У нас в нашем центре объединение разной направленности, как я уже говорила, по всем вот этим трем большим направлениям. Есть ребята, которые занимаются гидробиологией, есть ребята, которые занимаются декоративно-прикладным творчеством. Есть у нас кружки начального технического обучения, образования. Есть кружки, много кружков по туризму, есть кружки по краеведению. Есть такие вот объединения, как гид-экскурсовод, это интересное тоже направление. Здесь мы сотрудничаем с колледжем индустрии питания и туризма. Мы тесно сотрудничаем с колледжем педагогическим уже долгие-долгие годы. Даже скажу так, что многие выпускники этого колледжа приходят к нам потом работать. Сначала обучаются в наших объединениях, таких как, например, школа вожатых, школа безопасности, а затем приходят к нам работать. Направленности очень разнообразные. Каждый ребенок может выбрать по своему желанию направление. Мало того, родители, приводя детей в один кружок через год-два, переходят уже в другое направление для того, чтобы ребенок уже получил развитие свое в другом виде деятельности. Я должна сказать, что Центр дополнительного образования детей – это и ресурсный центр по всем направленностям дополнительного образования. Ведь у нас в республике, как и по всей стране, реализовываются все шесть направлений. Это и естественно научная, и техническая, и физкультурно-оздоровительная, и туристско-краеведческая, и социально-гуманитарная. Добавилась спортподготовка. Вот эти все направления обязательно в республике у нас реализовываются, и мы являемся ресурсными центрами в этих направлениях. Мы помогаем районам, мы помогаем методическим кабинетам управления образованием вести всю эту деятельность. Сегодня идет, вы знаете, сильное развитие дополнительного образования. Огромное значение внимания уделяется дополнительному образованию. Сам Владимир Владимирович Путин еще много лет назад начал возрождать, и мы этому очень рады. С 2019 года центр реализовывает и национальные проекты, федеральный проект успех каждого ребенка, национального проекта образования. В этом направлении в 2019 году мы отработали со всеми муниципалитетами и получили оборудование на 107 миллионов федеральных денег для каждого района по всем шестинаправленностям. Созданы новые места в дополнительном образовании, появились педагоги, появилось очень много мест, очень много направлений, очень много кабинетов. По проекту создания новых мест в 82 организациях образовательных нашей республики получены кабинеты. 113 кабинетов на республику мы получили. 67 общеобразовательных организаций и 15 организаций дополнительного образования по республике получили очень хорошее оборудование, современное. То, на чем сегодня они продолжают работу. Это огромная помощь для дополнительного образования, потому что, вы знаете, многие годы, многие 90-е годы, вы помните, было очень сложно как-то заинтересовать ребят. А наша задача и тогда была, и сегодня, чтобы дети были не на улице, а были с нами, рядом с нами. Мы могли их чему-то обучить, заинтересовать их и помочь им в выборе их профессии. Вы знаете, в 2020 году мы открыли мобильный технопарк «Кванториум-09». Этот технопарк на сегодняшний день очень востребован в школах республики. Если в прошлом учебном году мы работали с Урубским и Зеленчуцким районом в шести агломерациях, то на сегодняшний день мы расширили зону нашего участия в образовательной деятельности районов. Мы и в Карачаевском районе, и в Хабецком, и в Ногайском, в Адыгихабольском районе. Из года в год мы будем расширять зону нашей деятельности, мы будем приезжать в школы. Ребятам очень интересно, я должна сказать. Глаза горят. Желание познать то, что сегодня преподают наши педагоги мобильного «Кванториума» очень велико. И эта работа очень востребована этому, мы очень рады. Далее мы реализовали проект, очередной проект, федеральный проект «Успех каждого ребёнка» по внедрению целевой модели дополнительного образования детей. Очень сложная тема, очень серьёзная тема, очень важная тема. На сегодняшний день руководителем нашего регионального модельного центра является Митюкова Людмила Николаевна. И за этот год мы внедрили, начали внедрять с сентября прошлого года, и даже с октября прошлого года, и вот по сегодняшний день успехи у нас неплохие. Ну а деятельность регионального модельного центра расскажет Людмила Николаевна. Дать знания – это очень важный аспект, но мы призваны воспитывать учреждение дополнительного образования. Дополнительное образование в первую очередь воспитывает человека. Это большая помощь и родителям тоже. Но я должна сказать, что воспитывать мы должны в тандеме с родителями. Так, чтобы родители не занимались воспитанием, а отдали это на доп. образование, такого быть не может, потому что работа должна идти параллельно. Сегодня мы знаем, что очень много негативного, что влияет на детей. Мы об этом все знаем. Наша задача, как я уже говорила, с улицы ребят забирать к себе. Вот это самое главное, чтобы они были заинтересованы в том, что мы им хотим дать. Чему обучить, что рассказать, чем с ними заниматься. Это очень важно. Говоря о системе образования советского периода, нельзя отметать все то хорошее, что было. Ведь и тогда были прекрасные педагоги. Есть педагоги, которые сегодня... Много педагогов, которые прошли школу советскую и работают сегодня. Да, программы меняются. Много нововведений, много новой техники. Много используем тех же гаджетов современных. Но и мы растем вместе с детьми, вместе со страной. И педагогические работники растут. Мы повышаем свою квалификацию. Это постоянная работа. Повышение квалификации – это одна из первых задач наших. Чтобы педагог, который работает с детьми, мог дать то, что нужно этому ребенку. Сумел его понять, обучить, воспитать, помочь родителям, чтобы вырос действительно ребенок, которым мы будем потом гордиться. У нас есть эта практика. У нас... Мы ведь ведем методическую работу большую в нашем центре. Проводим огромное количество конкурсов по всем направленностям. Мы принимаем участие во всероссийских мероприятиях. Наши дети принимают участие. У нас есть победители международных конкурсов. Такая активная работа именно в этом направлении ведется постоянно. Я могу даже по одному эколого-биологическому направлению сказать. На будущий год мы составляем сейчас план на будущий год. На будущий год в этом направлении, например, более 90 мероприятий всероссийских. Ну, плюс еще есть мероприятия, которые мы проводим свои, республиканские, отличные от всероссийских. Мы принимаем участие во всероссийских. Проводим региональные этапы. Но у нас есть и свои мероприятия. Работа очень большая. На педагогов нашего центра большая нагрузка. Плюс проведение вот таких вот интересных конференций, как Детская академия развития. Мы много лет проводим эту конференцию, когда из года в год не менее 100 детишек победителей муниципальных этапов принимают участие в региональной конференции. Со своими интересными работами, со своими исследовательскими работами. И порой смотришь, пятиклассник, как диссертацию защищает. Как подготовлены. Да, да, настолько они подготовлены. И я сегодня хочу поблагодарить педагогов школ, которые работают с ними, чтобы вот эти дети могли так достойно выступать на региональном уровне. А затем победителей мы направляем в Москву на Всероссийскую краеведческую конференцию Отечества. Выступают там. Отправляем работы в Малую академию наук по тематикам экологическим. Проводим такой экологический конкурс, как юные исследователи окружающей среды. А в этом конкурсе девять направлений, по которым они могут принимать участие. И так далее, и так далее, и так далее. Ну и проект наш, умники и умницы, который вы затронули. Ну, я так думаю, что вся республика видит, какая работа ведется в этом направлении. И вся республика гордится, что у нас есть такие одаренные и талантливые дети. То, что мы приезжаем в Москву, в Останкино, работаем с Вязинским Юрием Палычем, и все это транслируется на всю страну, и хорошо отвечают наши ребята, они подготовлены. Это очень отратно. Я знаю, что каждый житель, можно сказать, нашей республики радуется победам наших детей. Потому что даже вот идя по нашей улице, по Первомайской, меня останавливают взрослые уже люди и благодарят за тех детей, которые у нас есть. Я, в свою очередь, очень благодарна педагогам и родителям, которые вот дают такое образование, помогают своим детям развиваться, достигать таких результатов. У нас очень много выпускников, которые обучаются в Москве. Прекрасные результаты показывают, в хороших вузах учатся. Мы ездили в ноябре месяце на четвертьфинал Олимпиады «Умники и умницы». И к нам вечером, узнав из сетей, что мы выехали в Москву, трое наших бывших победителей, а участников Всероссийской Олимпиады, пришли в гости. Сидели с нашими ребятами, помогали, работали с ними, подсказывали, подняли им дух. Волнуются же все. Это очень приятно. Один из них обучается в высшей школе экономики, девочка Тибуева Армида обучается, я сама удивилась этому, в государственном университете лингвистическом, изучает китайский язык. С октября этого года мы начали реализовывать новый проект. Это будет структурное подразделение нашего центра, центр по выявлению и развитию одаренных талантливых детей нашей республики. Это будет центр по подобию Сириуса. Все мы восторгаемся Сириусом. Вот сейчас мы планируем это у нас в республике. Уже 17 числа у нас прошло первое заседание Попечительского совета. Председателем Попечительского совета является Рашид Борисович Тибрезов, глава наш. В Попечительском совете очень много видных, выдающихся людей нашей республики. Это и члены правительства, это и руководители крупных образовательных организаций, это и руководители таких, как руководители Росгидро, ЦЭМ-завод и так далее. Очень такие именитые люди будут в Попечительском совете, являются членами Попечительского совета. И благодаря тому, что и этот центр должен создаваться, для Центра дополнительного образования детей выделяется совершенно новое помещение. В северной части города трехэтажное здание, огромное, в 9,5 тысяч квадратных метров, куда соберемся все мы, наши отделы, весь Центр дополнительного образования детей. И, естественно, там же будет располагаться наш новый Центр по одаренных детей. Работа будет вестись очень серьезная. У нас уже проходят наши рабочие совещания с Сириусом. Мы готовим всю документацию, мы уже по некоторым вопросам отчитываемся. По трем направлениям будет работать наш региональный центр. Это наука, спорт и искусство. Вот три ведомства, три министерства. Министерство образования, министерство культуры и министерство физической культуры и спорта. В тандеме мы все работаем над тем, чтобы наш центр был не хуже других таких крупных известных центров по одаренным детям. И мы сумеем выявить реально одаренных, талантливых детей нашей республики по всем этим трем направлениям. По науке у нас будет и математика, информатика, химия, биология, астрофизика. Мы сотрудничать будем с САОРАН. Будут интенсивные занятия, курсы, будут профильные смены. Ребята будут со всей республики приезжать в наш центр, жить здесь от 14 до 21 дня. Будут приглашаться именитые люди, возможно, даже с Москвы сотрудничать будем с Сириусом. Будем приглашать реально знаменитых, известных людей для работы с этими детьми. В спорте у нас будет и тэквонду, и новое направление, и футбол, и новое направление они хотят здесь открыть, киберспорт. Культура тоже хочет новое направление открыть по медиа. Кроме того, что декоративно-прикладное творчество будет, там и вокал, и игра на инструментах наших, на пианино, на баяне, гармонике и так далее. Еще и хотят направление такое интересное по медиа открыть. Но вот планы очень большие. Я так думаю, уже после Нового года мы уже будем в новом помещении и будем реализовывать те нацпроекты, которые запланированы у нас на 2022 год. С января этого года в рамках реализации нацпроекта образования в стране была внедрена так называемая модель, целевая модель дополнительного образования. Она призвана сделать так, чтобы знания, полученные ребятами, были более доступными. Расскажите, пожалуйста, о механизмах действия этой программы. Для чего нужна нам эта целевая модель? Целевая модель предполагает введение, прежде всего, навигатора, автоматизированной информационной системы, навигатор, введение персонифицированного учета детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, и введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Работу, конечно, по навигатору мы начали гораздо раньше. Навигатор внедрён и работает с октября 2020 года. Мы провели огромную работу, потому что родителям было непонятно, для чего это нужно, для чего нужно регистрироваться в этом навигаторе, и что им это даст, их детям и им. Мы провели разъяснительную кампанию и объяснили родителям, что это облегчает их жизнь, облегчает жизнь и их детям, и самим родителям. В чём? Навигатор — это некий портал. Мы знаем, что наши родители, дети увлекаются интернетом, проводят время там. И вот, войдя в навигатор 0-9 «Дети», они видят перед собой все программы дополнительного образования, реализуемые не только в городе Черкесский и Карачаевский, но и во всех 12 муниципальных районах нашей республики. Программы заносятся кем? Педагогами нашими дополнительного образования. Сначала в навигатор входит организация, где реализуются эти программы, регистрируют себя в навигаторе, и потом уже педагоги, создавая свои аккаунты, сейчас это модные для нас для всех слова, заходят и вносят свои программы. Зайдя в навигатор, родитель видит всё. Во-первых, он видит все шесть и седьмая спортивная подготовка направленности. Если он выбирает, допустим, естественно, научное направление, он нажимает на кнопочку «Естественно, научное направление» и видит перед собой большое количество программ, которые реализуются в нашей республике. Войдя в программу, например, он выбирает программу, войдя в эту программу, он видит всё. Им ходить никуда не надо, ни в какую организацию ходить не нужно. В навигаторе всё есть. Где реализуется эта программа, как она реализуется, сколько часов у этой программы, кто педагог, и все его заслуги мы там можем увидеть. Там же мы можем увидеть отзывы о педагогах, детей, которые уже занимаются по этой программе. Там же мы можем увидеть расписание занятий, посмотреть, какая группа по какому расписанию работает. То есть родителю просто, зайдя через телефон или через компьютер в навигатор, очень легко можно выбрать программу. Если дети от 5 до 14 лет, то они это делают с родителями. А вот с 14 лет до 18, естественно, наши дети могут сами входить и выбирать себе программу, педагога, направление и так далее. Далее. Здесь же они могут внести, так сказать, создать свой личный кабинет, личный кабинет родителя. Он создаётся раз и навсегда. И под логином и паролем входят родители и могут выбрать другую группу. Вдруг у них там что-то поменялось в семейной ситуации, им нужно, допустим, нужно занятие после обеда. Всё это очень легко делается через навигатор. На данный момент у нас в навигаторе... Поначалу, конечно, это шло очень трудно, как и всё новое, что начинается. Значит, на данный момент у нас уже 308 организаций зарегистрировались, которые реализуют программы доп. образования. Это не только учреждения дополнительного образования, но и дошкольные, общеобразовательные организации, среднепрофессиональные организации. Один вуз у нас вошёл уже в навигатор. Мы ставим в дальнейшем целью привлекать и частные организации, и другие организации, реализующие доп. образование, независимо от форм собственности. То есть туда могут войти все. Никаких ограничений для организаций нет. Единственное, может быть, чтобы была лицензия на образовательную деятельность. Значит, на данный момент, ещё раз повторюсь, у нас 308 организаций, 4 из них частные. Педагогами занесено уже более 2600 программ. Вот такой у нас большой выбор в навигаторе по разным направленностям. Когда мы ввели навигатор, значит, встал вопрос занесения детей на эти программы. Это тоже составило определённую трудность. Поэтому мы обучили педагогов с помощью наших федеральных экспертов из Москвы. Мы обучили практически 100% всех педагогов республики, как вести себя в навигаторе. Как мы заносим программу, как мы её корректируем, как мы общаемся с родителями. Поступила заявка на программу от родителя, мы её должны в течение трёх дней отработать, связаться с родителями, и обговорить уже все нюансы, когда, куда и как ребёнок приходит. Немножко забегу наперёд. Значит, как-то задавался родителями вопрос, а вот если ребёнок выбрал программу, он живёт, например, в Адыгехабльском районе, а выбрал программу, она ему очень нравится, из города Черкеска. Значит, в будущем мы планируем разработку, они уже разрабатываются, дистанционные программы и дистанционные курсы. То есть не будет препятствия ребёнку, скажем, из Зеленчевского района увидеть какую-то ту же программу, да, у нас в Черкесске. Они могут это сделать в дистанционной форме. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Я благодарю вас за внимание. Удачных выходных и до встречи. Новый год и 585 «Золотой» дарят много поводов для радости. Три по цене одного. 585 «Золотой» дарите эмоции. Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного высшего образования заочно-дистанционно. По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В том числе одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Приём документов до 8 февраля по адресу город Пятигорск, проспект Калинина, 9 или онлайн на сайте университета. Свечи, подарки под ёлкой, диван, детский смех, в камине огонь. Вот и свершилось, о чём мы мечтали. Полон комфорта и счастья наш дом. Весь декабрь и для вас в салонах «Ангажемент» новый диван за полцены. «Ангажемент», «Мебель», «Интерьерные решения». Мы знаем цену комфорта. Город Черкесск, улица Октябрьская, 392. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придаёт ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придаёт жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить своё настоящее. В эфире «Радио России». Карачаево-Черкесия. «Радио России» расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаево-Черкесия на чистоту в своих населённых пунктах. Потолок ледяной, дверь скрипучая. У меня дома два тигра есть. Таких тигров мы на сцену были. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. А ты гаватва, а ты гавжача. Это был очень весёлый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Карачаево-Черкесия Мой родной чудесный край Меня хоть серым камнем сделай, Боже, но лишь верени к родному очагу. Это самый красивый праздник. Всю жизнь я мечтала одну игрушку оттуда сорвать. Войсковой запас у нас не иссяк. Будет очень весело. Всех нас волнует, что же нас ожидает. Я хочу развить этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 27, 28 и 29 декабря встречаемся на телеканале «Россия» в 17.15. Субтитры создавал DimaTorzok